ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сегодня мы начинаем мировое чтение романа Анны Каренина. В ходе этого уникального марафона появится новая версия этого замечательного произведения, его живое издание, созданное из голосов читателей со всего мира. Его воображению представилась опять все подробности ссоры с женой, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. Да. Сергей Гармаш дает старт лид-марафону, и этих первых слов уже ждут сотни человек по всему миру, чтобы читать, чтобы слушать. Пусть и с техническими перебоями, с некоторыми паузами, но Анна Аркадьевна была постоянно онлайн. В Лос-Анджелесе, Тель-Авиве, Санкт-Петербурге и в Самаре. За право читать отрывки боролись самые известные и достойные люди города. Вот самарский актер Олег Белов скромно сидит в стороне с супругой и перечитывает свой отрывок. Он пришел сюда сразу после спектакля, весь вечер был на сцене. Приятная усталость, легкое волнение. Он должен был начать читать в полночь, но будет в 14-м. В отличие от интернет-трансляции, где все четко, в городах случаются накладки. Но актер дождется, и роман зазвучит его голосом. Толстой, он весь напичкан вот такими цитатами, которые мы на протяжении жизни используем. Потомки писателя так решили возродить домашние чтения. Их, кстати, все чаще практикуют в музеях. Музей-садьба Толстого в Самаре не исключение. Здесь готовы и не на такие эксперименты. Так, Самарский музей, вместе с ним и весь регион доказали конкурентам, что обязаны быть в марафонском списке. Самарская богема на самом продвинутом уроке литературы. Каждого вызывают по очереди и просят озвучить подготовленную часть текста. Проект многих заставил роман, если не перечитать, то хотя бы освежить в памяти. Я прочитала предыдущую главу, она привлекла за собой еще несколько глав. И вот если бы у меня было сегодня время, я, наверное, начала бы читать просто роман. Сыдно говорить, но Анна Каренина я читал только по школьной программе. Как бы это не одно, не самое мое любимое произведение. Именитые чтецы в одной комнате, обычные любители литературы в другой. У них, кстати, с книгами напряженка. Тем, у кого Карениной дома не оказалось, для того, чтобы сделать издание живым, опять же, в сеть лезть пришлось. Роман читали с планшетов, электронных книг и даже телефонов. Я дурно спала, отвечала Анна. Выглядываясь в лаке, который шел нам навстречу, и по ее соображениям нес записку в Ронскому. Самарцы выходили в сеть два дня, но поставили финальную точку в Санкт-Петербурге. Интрига разрешилась в последний момент. Закончил чтение романа артист Александр Филипенко. Возможно, в следующий раз потомки задумают прочитать и «Войну, и мир». И тогда уж точно поставят мировой рекорд. Олев Николаевич за интернет точно бы сказал спасибо. Сеть его роман действительно сделала живым. И спустя 36 часов Анна Каренина ушла в офлайн. Впрочем, уже скоро проект «Живое чтение» будет выпущен в виде аудиокниги. И тогда голоса ее читателей вновь зазвучат в сети.